Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампери, Сфинлянди. Я стою у витрины магазина Хой энд Эм. Хэнкая Маука, как его мило называют финны. Вот такой бюджетный шоппинг шведского дизайна. Ну и, конечно, смотря на витрины, вижу, что опять вот этот переработанный полиэстер на витрине. Да, конечно, сейчас большая проблема с хорошей качественной одеждой. И мне был оставлен коммент Оля, идите в мужской отдел, там гораздо лучше качество. Ну и сейчас, конечно, проблема везде и всюду, что нужно искать волокна замещения. Да, ресурсы природные кончаются, нет такого количества катона, льна и так далее, чтобы, вот, как говорится, поставлять вот такие хорошие вещи забюджетно. И поэтому вот эта этикетка, если мы ее будем расшифровывать, это у нас волокна, полученные путем переработки. То есть ПЭТ бутылок и отходов одежды. Когда мы находимся с КЕЙО в магазинах, я показываю эти контейнеры, куда можно принести чистую одежду, и ее будут утилизировать, и вот делать переработку. И здесь у нас 20% переработанного материала, поэтому цена 19 евро. Ну и качество, конечно, соответствующее. Все прекрасно понимают, если за 20 евро продают джинсы, и магазин имеет с этого еще прибыль, как говорится. Да, ничего мы здесь вот такого умереть не встать, качество не можем купить. Ну и ладно, если бы это были отходы одежды. Но так как теперь используются и пластмассовые бутылки, и даже целая передача была показана, вот эти бутылки, которые и пластмассы вылавливаются из моря, даже фирма начинала выпускать сумки, и теперь они выпускают ремни для часов. И действительно, это даже вот такая мода, купить такой ремень для часов вот из этих бутылок. Ну и опять же, я про то, что всегда нужно покупать, а не скупать. И я пришла в мужской отдел только потому, что показать цены и качества. Да, конечно, очень все это бюджетное, но опять же, это мода на весну, на лето 20-24, и здесь у нас 20% переработанного материала. Можно ли носить такую одежду из переработанного полиэстера и бутылок летом? Здесь, конечно, плюсы и минусы присутствуют, но плюсы это единственное, что одежда очень бюджетная. Если за 12 евро можно купить худи, а за 19 евро брюки, ну да, все мы прекрасно понимаем. Если мы пойдем в Гант, такой джемпер будет стоить почти 200 евро, и джинсы тоже будут стоить евро 150. Ну и футболки все стоят стошку. То есть, конечно, цены совсем другие. Ну и минусы этого бюджетного шоппинга только из-за того, что летом переработанный полиэстер носить очень опасно. Да, конечно, он может вести себя совсем по-другому. И вот эти опрелости... Ой, мой тоже вот стоит тут, машет рукой, пока я снимаю. Могут быть опрелости под мышками и так далее. Да, конечно, этот материал... Мы до конца не знаем, как он себя ведет в жару. Вот эта пластмасса. Дышит ли ваше тело? Я бы не рисковала. Я за то, что покупать с холодными мозгами, а не начинать с купанием заниматься. Ну и вот эта белая кофточка мне напоминает полотенце. Знаете, как раньше люди приезжали в спа, помыться, попариться, и вот такое полотенце выдавалось в бане. Ну и здесь он на 66% переработанного полиэстера. Да, носите вы сами такую кофточку. Я могу представить, как в ней летом будет жарко. Ну и вещи, конечно, висят вот так. Да, магазин полный. Нет такого дефицита, что чего-то не хватает. Все висит вот так, руку некуда просунуть. И вот эти худи пользуются спросом. Многие фирмы запрещают ходить на работу в одежде с надписями. Особенно, если какая-то рекламная фирма, что, не дай бог, у вас что-то на груди написано. Многие приходят, даже если на футболке написано, они всегда заклеивают. Это, как говорится, не запрещено. Но нельзя, чтобы было что-то написано. То есть вот такое тоже есть. Поэтому люди много раз хотят купить вот такое, где не написано ровно как и ничего. Я сама боюсь вещей с надписями, потому что иногда читаешь и диву даешься, чего, как говорится, только не напишут. Ну и здесь у нас 55% переработанного полиэстера. И здесь у нас 52% переработанного полиэстера. Да, если голова чешется, конечно, такую шапку я, как вам старый цирюльник, не советую. Ну и теперь вот эти перчатки для телефонов. Конечно, несколько лет назад такие бы перчатки никто и не изобрел. Но с другой стороны, да, стоя на остановке, тоже иногда нужно телефон держать в руках. Поэтому такие перчатки шик, блеск, красота. У нас нет нижнего белья из этого магазина. И сейчас моя подруга, которая специалист по труселям, наверняка бы сказала, Ольга, должны быть гладкие швы. Да, эти швы, если не гладкие, они натирают. Мужчины тоже теперь хотят ходить комфортно, а не так, что ходишь и все время стреляешь резинкой от трусов. И, конечно, вот эти шарфики. Да, полиэстер дешевый, шоппинг, все мы прекрасно понимаем. Но будет ли греет такой синтетический шарф? Ну, с другой стороны, 50% переработанного полиэстера и 4,99. Скидка, вот такая бюджетная, можно купить в Хо Эн Эм Хэн Коя Маука. 12,99 вот эти худи. Здесь, конечно, цена вот такая смешная. Ну, я опять же говорю, что вещи нужно нести в примерочную. Даже если вы покупаете мужской размер XXL, всегда нужно мерить и, конечно, выворачивать на левую сторону. К сожалению, ОТЭК хромает, они не успевают обрезать нитки и не успевают эти вещи гладить. И ценники, где написано ручкой или карандашом, это возврат с интернет-магазина. Вот один лавандовый цвет кто-то вернул, поэтому он висит один, вот так, одинешенка. Да, конечно, никто не гладит, никто не парит, отвисится, как говорится, само. Все мы прекрасно понимаем. Можете себе представить, сколько часов затратить, если вот весь магазин отпарить. И моя подруга покупает в мужском отделе ремни и всегда нахваливает, говорит, что в женском отделе много раз 105 – это последний, как говорится, ремень, который есть. Ну, а вот в мужском отделе будьте, как говорится, любезны, если плюс-сайз фигура и хотите, например, ремень купить в те же джинсы, в мужском отделе можно купить, никакая не проблема. И мне кажется, вот эти ремни даже неплохо смотрятся, если носить и сверху, то есть никакая не проблема. И джинсы теперь висят вот так. Раньше они были сложены в стопочку, помните, как? Сложи в стопочку. Ну, как же это в стопочку поместится? Вот тут точно так же джинсы тебе висят, потому что люди приходят, они сразу видят, нужны узкие, прямые или пудкат. Вот такие, кляшами. Кляшами. Ну, и вот эти надписи, да, конечно, можно купить и вот такое, если ты рекламируешь эти фотоаппараты. Ну, я вот сомневаюсь, что я бы хотела вот такое. Или здесь у нас шнуби. Шнуби я тоже вряд ли бы хотела рекламировать. Да, иногда смотришь на эти надписи. Ну, опять же, магазин для молодых. Может быть, они тащатся вот от этих, как говорится, надписей. Ну, а вот это с пальцем, конечно, это головоломка для меня. Ну, и вот такое бюджетное. Да, почему нет, если вы в лес ходите сгулять с собачкой, вот такую курточку, ветровку можно купить. Почему бы нет? Ну, опять же, обувь, вся синтетика, вот эти кроссовки, я бы никому не советовала. Да, когда ноги вы испортите, потом очень много нужно всяких средств, катоновых носков и так далее, чтобы ноги привести в порядок. Лучше, наверное, купить все-таки кожаные кроссовочки на лето, а не полиэстер. Вот такой бюджетный шоппинг. Да, все нужно теперь смотреть, все нужно трогать. Я про это всегда говорю. Но, опять же, есть вот такие, которые... Главное, чтобы было дешево. Если за 6 евро можно купить шорты, они хватают и несут на кассу, и не понимают, что, конечно, да, такое лучше не покупать. Ну, и здесь вот хороший пример. Посмотрите, рубашка вроде ничего, но 65% переработанного полиэстера и нитки висят. То есть, ну, даже люди, которые вешали эту вещь на вешалку, не обрезали вот эти висящие нитки. Дернись за веревочку, отпорится весь, как гацеворотник. А здесь вообще дырка в рукаве. Как могли повесить пиджак вот с таким браком на рукаве на самом видном месте. Я, конечно, просто диву даюсь от этих продавцов. Но, с другой стороны, я в этом магазине не работаю, и не работала, и вряд ли буду работать. Так что я, конечно, пришла, вот так поснимала и пошла дальше. Ну, и вот это видно иногда, неоткрытую шлейку. Да, люди покупают, и они не понимают, что это сделано вот так, одной ниткой креста-накрест, чтобы это держало форму, конечно, принеся домой. Эту шлейку нужно открыть. И я всегда покупаю пальто, пиджак или вот такую вещь на подкладке. Смотрю, как сделана подкладка, какой там есть вот этот зазор. Если зазор маленький, да, ты можешь первый раз сесть и сделать так, ха, и вот эта подкладка просто лопнет. Да, вот здесь, пожалуйста, зазор 2 сантиметра. Да, это здорово, не пожалели материальчику на подкладку. Да, пиджак, кстати, неплохой, вот так смотря на качество. Но, опять же, 67% переработанный полиэстер вверх и 100% переработанный полиэстер подкладка. Да, такой пиджак, конечно, оставляет желать лучшего. Ну и вопрос, ну вот, Оля, да, все вот такое клетка канадского лесоруба. Ну а где же купить приличное? Народ, приличное есть. Да, конечно, не только вот эти бюджетные магазины. Наверное, в каждом спальном районе есть дрессман. И дрессманов магазина 2. То есть есть обыкновенный дрессман и есть дрессман плюс сайз. Там просто можно одеть очень большого мужчину. И сейчас смотрела одно видео. Финский стилист, молодой мальчишка. Вот в такой кофте выступал. Я когда эту кофту увидела, думаю, мама родная. Ну чему этот стилист может нас научить, несовершеннолетний мальчишка? И он еще просит 260 евро, если с ним ходить шопиться. Конечно, вида он в этой кофте был, как от мамочки переодетый. То есть непонятно. Ну, опять же, это мнение мое. Но если у кого-то есть лишние 260 евро этому стилисту, горе стилисту отдать, почему бы нет? Ну, вот смотря общий вид этого магазина, нет вот такой эйфории, что мы сюда придем всей, как говорится, семьей. Ну, и я спустилась в дрессман. Шикарные скидки. Да, у Кео есть джинсы от дрессман. Он обожает, ему подходят эти джинсы. И сейчас, например, вот эти катоновые кофты 23,97, 40% скидки. Если мое мнение спросите, я считаю, что лучше, вот как говорится, ждать скидки и купить в дрессмане, чем купить переработанный полиэстер. Ну, опять же, это мнение мое. Все нужно смотреть, все нужно мерить. Но так как был задан вопрос, что в мужском отделе качество лучше, поэтому мы пришли сюда. Магазины в Финляндии не кончатся никогда. Магазины без конца, без края. Скидки. Ну, и сейчас, конечно, все выставляют весну, лето 20-24. Так что, народ, приятного шопинга всем. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампыри, из Финляндии. Всем физкульт-привет. Пожалуйста, напишите комментарий, как вы относитесь к вещам вот такого переработанного полиэстера, сделанных из бутылок и так далее, и так далее. Вот этого отхода, отхода, то, что остается нам на переработку. Ещё раз благодарю. Не хворайте.